Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена вновь приветствует вас на сайте. В 2021 году цикл вебинаров представлен 13 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 14.30. Курс «Нутрициология». Читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.00. Курс «Нефрология». Руководитель Мальцев Станислав Викторович. 15.30. Курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.00. Курс «Дентальная имплантация». Ведут Александр и Дмитрий Стаматов. Мы провели более 500 вебинаров по 40 о врачебном специальности. Но впереди вас ждет еще больше интересной и нужной для вас информации. 16.30. Курс «Кардиологика». Читает Власова Надежда Леонидовна. 17.00. Курс «Актуальные вопросы от уриноларингологии». Ведут Свистушкин Валерий Михайлович и Никифорова Галина Николаевна. 17.30. Курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Заплатников Андрей Леонидович и Дементьев Александр Анатольевич. 18.00. Компас «Детской психиатрии». Читает Ивашенко Дмитрий Владимирович. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в своей профессии с помощью циклов вебинаров для врачей первичного звена. 18.30. Объединенный курс «Актуальные вопросы рефлексотерапии и детская неврология». Руководители Зыков Валерий Петрович и Тян Виктория Николаевна. 19.00. Курс «Общая врачебная практика». Руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 19.30. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Ведет Остроумова Ольга Дмитриевна. 20.00. Курс «Эндоурология и детская хирургия». Руководитель Шатохин Максим Николаевич. Также на сайте нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров по выходным в 20.00 проходит курс «Диалоги с профессором» для врачей-педиатров. Ведущая – Захарова Ирина Николаевна. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefiscerano.ru Ну что, доктора, до встречи! Мы вас ждем! Что такое Серано? Серано – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами! Ваш Серано Глубоко уважаемые коллеги, тема нашей сегодняшней лекции посвящена гидронефрозу. Под гидронефрозом понимается заболевание, характеризующееся прогрессивным расширением чачно-лоханочной системы с последующей атрофией почечной паренхимы, развивающимся вследствие нарушения оттока мочи. Различают первичный или врожденный гидронефроз, развивающийся вследствие какой-либо аномалии верхних мочевых путей, и вторичный или приобретенный гидронефроз, как осложнение какого-либо заболевания, мочекаменная болезнь, опухоль почки, лоханки, мочеточника, повреждения мочевых путей и другие. Каждый из этих видов гидронефроза подразделяют на септический и инфицированный. Кроме того, гидронефроз может быть односторонним и двусторонним. Для определения тактики лечения гидронефроза была принята классификация академика Николая Алексеевича Лопаткина, согласно которой первая стадия – это начальный гидронефроз, характеризующийся пиоэлоктазией без развития значимого гидрокаликоза и нарушения функций почек. Вторая стадия – это ранний гидронефроз, при котором расширение чашно-лоханочной системы сопровождается ухудшением функций почки. Третья стадия – это терминальный гидронефроз, характеризующийся гигантским расширением чашно-лоханочной системы и практически необратимыми изменениями почечной паренхимы. На данном слайде представлены три стадии. Факторами риска являются – это препятствия, локализованные в уретре и мочевом пузыре, препятствия по ходу мочеточника, но вне его просвета, препятствия, вызванные отклонением положения и хода мочеточника, препятствия в просвете мочеточника или в полости лоханки, а также структурно-функциональные изменения почки в стенке мочеточника или лоханки, вызывающие нарушение оттока мочи. Задачами диагностики гидронефроза являются – установление наличия обструкции и выявление причин нарушения оттока мочи в верхних мочевых путях, определение стадии заболевания, функциональных возможностей пораженной почки и состояния второй почки, и определение степени сдавления или сужения мочеточника, анатомических особенностей почки, мочеточника, а также осложнений гидронефроза. В программе обследования больного важны следующие аспекты – это изучение жалоб, боль, пальпируемое опухолевидное образование в подреберье, гематурия, дезурия, повышение температуры тела, сбор анамнеза, время от начала появления симптомов, перенесенные операции или заболевания органов малого таза, брюшной полости или забрюшенного пространства, а также лабораторные обследования и инструментальные методы исследования. Среди лабораторных методов исследования необходимо выделить общий анализ мочи, в котором могут быть изменения в виде гематурии, лейкоцитурии, бактериурии. Кроме того, в общем анализе крови снижение количества эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина. При билатеральном гидронефрозе пониженное содержание гемоглобина указывает на наличие почечной недостаточности. В бактериологическом анализе мочи позволяет определить наличие возбудителя или нескольких возбудителей инфекции верхних мочевых путей. При выявлении лейкоцитурии и многократных негативных бактериологических анализах мочи необходимо исключить туберкулез мочи половой системы. В биохимическом анализе крови повышение уровня креатинина, мочевины, а также электролитов, калия, натрия, что указывает на двусторонний характер процесса. При подозрении на вторичный гидронефроз лабораторная диагностика включает тесты, необходимые для определения основного заболевания, анализ крови на ПСА, цитологическое исследование мочи и другие. Среди инструментальных методов обследования следует выделить УЗИ почек с доклерографией, обзорная и экскреторная урография, мультиспиральная компьютерная томография с болюсным контрастным усилением, магнитно-резонансная томография с контрастированием, антиградная и ретроградная пиелоуротерография. Ультразвуковое исследование при диагностике гидронефроза позволяет оценить степень расширения чашечной лоханочной системы и мочеточника, диагностировать наличие конкрементов, определить состояние контрлатеральной почки. Обзорная урография позволяет определить наличие конкрементов как возможную причину или осложнение гидронефроза. Доплерография необходима для оценки кровоснабжения почки, выявления добавочных сосудов, определения в том числе нарушения кровоснабжения почки и расчета индекса резистентности. При экскреторной урографии на ранних снимках 7 и 15 минута обращают внимание на состояние контрлатеральной почки, ее чашечной лоханочной системы и мочеточника. Оценку пораженной почки верхних мочевых путей с ипсилатеральной стороны проводят на отсроченных снимках. Исследования заканчивают при контрастировании мочеточника ниже уровня обструкции для определения ее протяженности. Классическим признаком гидронефроза считают снижение функциональной способности почки на стороне поражения, связанное с расширением чашечной лоханочной системы. На данном снимке представлена структура лоханочно-мочеточникового сегмента, справа гидронефроз, справа. Мультиспиральная компьютерная томография – это неинвазивный метод исследования, позволяющий выявить причину гидронефротической трансформации и степень изменения чашечной лоханочной системы почек. При этом возможно получение точного представления о состоянии собирательной системы почки, наличие и локализация любых скоплений жидкости, объемных образований и конкрементов. Последующая трехмерная реконструкция изображения позволяет оценить протяженность измененного участка мочеточника. На данном снимке представлена картина структуры лоханочно-мочеточникового сегмента слева, гидронефроза слева, при мультиспиральной компьютерной томографии. Кроме того, на данном снимке мы видим выраженное истончение паренхимы левой почки. На данном снимке представлена структура лоханочно-мочеточникового сегмента справа и гидронефроз справа, и 3D-реконструкция после мультиспиральной компьютерной томографии. На данном снимке представлен двусторонний гидронефроз. При магниторезонансной томографии, в отличие от экскреторной урографии, магниторезонансная томография может выполняться без применения контрастных веществ. На данном снимке также представлена структура лоханочно-мочеточникового сегмента справа, и также мы можем видеть выраженное истощение паренхимы почки. Кроме того, при магниторезонансной томографии, чем больше жидкости содержат мочевые пути, тем более четко они визуализируются при исследовании. То есть, чем больше выражена дилетация мочевых путей, или чем больше объем имеет внеорганное или внутриорганное скопление жидкости, например, при экстравазации мочи или гематомы, тем выше информативность исследования. На данном снимке представлена МРТ-картина подковообразной почки. Антиградная чрезкожная пиелография применяется для диагностики гидронефроза в тех случаях, когда выделение почкой рентгеноконтрастного вещества отсутствует, а выполнение ретроградной уритерапиелографии невозможно или затруднительно. На данном слайде представлена рентгенографическая картина протяженной структуры правого мочеточника. В ретроградной пиелоритерографии характерно то, что у некоторых больных имеется непереносимость йод содержащих контрастных препаратов в виде аллергических реакций. И в этом случае, а также при неинформативности экскреторной уритерапиелографии, целесообразно выполнение ретроградной уритерапиелографии. Это особенно актуально у больных со значительным снижением выделительной функции почек. Кроме того, сочетание ретроградной пиелоритерографии с телевизионным контролем и видеозаписью, как в момент введения рентгеноконтрастного вещества, так и после удаления катетера из мочеточника, повышает функциональную значимость исследованием. При этом появляется возможность судить не только об анатомии верхних мочевых путей, но и об их сократительной способности. На данном слайде представлена дифференциальная диагностика пары пельвикальных кист и гидронефроза по данным мультиспиральной компьютерной томографии. То есть мы можем на слайде под буквой С видеть, что полостные системы обеих почек являются достаточно миниатюрными. И справа полостная система резко оттеснена кистой больших размеров. Необходимо сказать об аномалиях мочеполовых органов, приводящих к нарушению уродинамики. Следует выделить аномалии почечных сосудов, среди которых имеют место добавочная почечная артерия или вена, поясничная, подвздошная и тазовая дистопия почечных артерий, коленообразная почечная артерия, аневризма почечной артерии, иногда обеих артерий. Кроме того, аномалии количества почек, агенезия и аплазия, удвоение почки и добавочная третья почка, аномалии расположения, грудная, поясничная, подвздошная, тазовая дистопия, аномалии величины гипоплазии и взаимоотношения почек, С-образная, Л-образная, подковообразная, галетаобразная. Кроме того, необходимо выделить аномалии почечных лоханок и мочеточников в виде удвоения почечной лоханки и мочеточника, нейромышечной дисплазии и мочеточника, а также ретраковального мочеточника. На данном слайде представлен вариант аномалии, относящийся к аномалиям количества почек. Это ретроградная уротерапиелография при удвоении правой почки. На данном слайде представлена ретроградная пиелография при подвздошной дистопии правой почки. На данном слайде представлена перекрестная дистопия почки. При перекрестной дистопии, которая встречается достаточно редко, обе почки располагаются с одной стороны от позвоночника, при этом не будучи сращены между собой. Эту аномалию выявляют при экскреторной урографии, ретроградной уротерапиелографии и радиоизотопной сцентеграфии почек. Возможности диагностики расширяются при использовании мультиспиральной компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. На данном слайде представлена тазовая дистопия правой почки, а также камни нижней чашечки дистопированной почки. Это экскреторная урограмма. На данном слайде представлена мультиспиральная компьютерная томография картины гидронефроза на фоне камня-мочиточника левой половины подковообразной почки. На данном слайде представлены аномалии взаимоотношения почек. На рисунке под литерой А представлена подковообразная почка, под литерой Б – Л-образная почка. На данном слайде представлены ретроградные урограммы полного удвоения и неполного удвоения мочеточников. На данном слайде представлена ретроградная уротерограмма ахолазии мочеточников. Буквально в нескольких словах коснемся оперативного лечения гидронефроза. Существует множество способов коррекции пилоуротерального сегмента гидронефрозы. Основным принципом является создание широкого соусти лоханки и мочеточника для обеспечения адекватного пассажа мочи. Золотым стандартом в лечении гидронефроза до сегодняшнего дня остается резекционная пиелопластика методики Андерсена-Хайнса. Операция может выполняться либо из открытого или лапароскопического доступа. Эффективность лапароскопической и открытой пиелопластики сопоставима, однако в настоящее время достаточно активно развита и выходит на первый план именно лапароскопический вариант операции. Достаточно широко и активно распространяется и внедряется данная методика. И на данный момент мы можем говорить о том, что лапароскопические операции практически полностью вытеснили открытые варианты оперативного лечения. Для лечения структур мочеточника, структур лоханочно-мочеточникового сегмента, также применяют эндоскопические варианты лечения, которые в виде бужирования, баллонной дилатации, эндотомии. Необходимо отметить, что все эти эндоскопические процедуры очень привлекательны из-за короткой продолжительности операции, короткой длительности пребывания в стационаре в сравнении с открытой пиелопластикой. Успех лечения больных с первичной структурой лоханочно-мочеточникового сегмента для эндоскопических процедур составляет от 62 до 79%. Метод эндопиелотомии достаточно безопасен для лечения гидронефроза при рецидиве структуры. Возможны осложнения эндоскопических методов лечения в виде инфекций, кровотечения, травмы мочеточника, рецидивной структуры, в виде отрыва мочеточника. Эти осложнения возникают с частотой от 1 до 26%. Количество осложнений, разница по данным авторов, это именно связано со степенью изучения и активного внедрения этих операций. По мере внедрения эндоскопических методов лечения, по мере их активного применения, количество осложнений уменьшается. Необходимо отметить, что и бужирование, и баллонная дилатация по эффективности, конечно, уступают уретротомии. Поэтому необходима адекватная установка показаний каждому из методов операций. Таким образом, индивидуально подобранная программа обследования пациента, правильная оценка и интерпретация результатов, грамотный выбор тактики оперативного лечения позволяют значительно снизить число осложнений и в большинстве случаев добиться выздоровления пациентов с гидронефрозом. Благодарю за внимание.